Мы же понимаем с вами, что то, что Путин размещает или заявил об даже не размещении, а что фактически летом будут готовы какие-то хранилища для тактического ядерного оружия. И мы понимаем, что тактическое ядерное оружие – это оружие малого действия, малого радиуса действия. И им можно ударить уже не по Вашингтону, а по рядом находящимся городам, столице Польши или столице Литвы. Как в Литве эту информацию воспринимают? На первое – это не первый раз, когда они этим нам угрожают. Но если смотреть стратегически, это не очень меняет ситуацию, потому что Калининград очень сильно милитаризирован, и в нем ядерное оружие десантировано уже давно. Так что нет в Литве большой разницы, с которой стороны левой или с правой России угрожает. Но потом, так как мы сейчас видим, что Беларусь стала плацдармом для российских войск, для баз обучения, для полигонов и для, конечно, всякого сорта оружия и экипировки, то это не меняет ситуацию, что НАТО все равно адаптирует операционные планы обороны всего региона. И это только еще одна иллюстрация, что Россия готовится к долгой войне и к долгой конфронтации, и Украина только часть ее плана. Понятно. И тогда давайте еще вот о чем поговорим. Вы зацепили тему Калининграда. Кстати, я не знаю, имеете ли вы данные разведки, украинской в том числе разведки, о том, что Россия как минимум уполовинила те свои вооруженные силы, которые размещались в Калининграде. Ну, то есть Калининград, по сути говоря, сейчас с точки зрения военной оголенный. Какие есть дискуссии в Евросоюзе касаемо судьбы Кёнигсберга? Имея в виду, что Россия все-таки восстанавливает свои ресурсы, но, как вы понимаете, то, о чем мы говорим в брифингах нашего комитета с разведкой, я не могу говорить публично, но что все-таки неприятно, но надо сказать, это то, что ресурсы Россия восстанавливает. У них никогда качество не было критерием только количества, а по поводу количества, то, что они потеряли в Украине, когда послали солдат Калининграда убивать украинцев, они все равно в течение месяцев, не годов, а месяцев восстанавливали. И это тоже надо принимать открытыми глазами. Так что не надо также быть наивными, что Россия сейчас кровоточит уже безвозвратно, так не происходит. Это и для нас всех тоже будет долгая война. И давайте последний вопрос. Вы прекрасно знаете, что Польша, учитывая все угрозы, которые сейчас есть, решила создавать, наверное, как они говорят, одну из самых сильных армий в Восточной Европе, и точно в блоке НАТО 400 тысяч будет сухопутная армия. Увеличение оборонного бюджета Польши действительно огромное, если сравнивать с другими годами. Какая ситуация в Литве? В течение 2022 года мы увеличили свой бюджет обороны на 20%, от 2% до 2,5%. И, конечно, в течение этого года и следующего мы будем также развивать наши способности. Также, как вы знаете, мы работаем с Германией на счет расположения дополнительной полной германской бригады в Литве. И также работаем, в смысле, весь блок НАТО, как я говорила, подготавливает операционные планы, адаптированные к нынешней ситуации. И мы также проактивно работаем на том, чтобы в Литве была другая обстановка на земле. Не знаю, как это выразиться, потому что время выражения интенций и время деклараций прошло. И вот приходящие 5-7 лет будет для всех очень серьезным испытанием. И хотя, с одной стороны, да, мы видим некоторые хаотические декларации Путина. Ну, Лукашенко, так вообще, мы все, наверное, принимаем каким-то аспектом, дипломатично не выразиться, наверное, здесь. Но все равно количество мест, которые они могут бросить на фронт, количество металлолома, которые они могут бросить на фронт, все равно нас ставит в такую ситуацию, что мы, я, вот это я говорю сейчас, не от комитета, от себя. Но я думаю, что мы все должны будем еще ускорить и повышать уровень помощи Украине, чтобы войну Украина могла бы победить в течение как можно быстрее следующего года. Потому что, если нет, тогда следующая фаза, которую планирует Россия, расширение своей псевдоимперии будет намного труднее для всего ЕС-блока и НАТО-блока. Дуже дякую вам за ту допомогу, яку надаете, что Литва дійсно є нашим партнером, и это правда. И, напевно, дійсно нам нужно будет после войны, как так точно, уже вчити мову одне одного. Дуже дякую вам. Депутат Семи Литви довела Шакалене. Зараз была с нами на прямом связи. Продолжение следует...